Здравствуйте! Сегодня мы снова встречаемся в нашей передаче «Медицина в законе». И сегодня мы будем обсуждать новую тему, которая является животрепещущей и вызывает наибольшее количество на сегодняшний день споров. Наша сегодняшняя тема – это уголовная ответственность медицинских работников и алгоритм поведения в подобных ситуациях. Итак, то, что касается самой уголовной ответственности. На сегодняшний день, наверное, нас всех взбудоражило и дело Миссюрины, и дела многих других врачей. И мы знаем огромное количество высказываний в пользу того, что врачи не могут привлекаться к уголовной ответственности, потому что все, что они делают, они совершают лишь во благо человека. И если ошибаются, то исключительно они могут заблуждаться, но никакой вины при этом не существует. Я, честно говоря, в нашей сегодняшней программе не хотела бы касаться каких-то теоретических изысканий по поводу того, что может или не может применяться вот эта конструкция вины в отношении врачей. Я работаю как практик, и для меня, в принципе, вопрос того, что существует определенная квалификация, которая предусматривает возможность привлечения врача к уголовной ответственности, она как бы сама собой разумеющаяся. В Уголовном кодексе есть статьи, которые следователи применяют при расследовании подобных дел. Это дела очень сложные, и даже как человек, который общается не только с врачами, но и со следователями, я могу сказать, что на сегодняшний день только те ребята, которые работают с следователями, те, которые действительно занимаются этим вопросом, смотрят медиатические рекомендации, изучают, какие доказательства необходимо получать, каким образом необходимо вести допросы. Только они фактически и могут довести такие дела до определенного финиша, либо выдать постановление о подсутствии вины у лица, которое привлекалось, допустим, к уголовной ответственности, либо передать дело в суд. Но в любом случае это очень сложные дела, и они всегда расследуются достаточно долго. Итак, в нашей сегодняшней программе я, наверное, остановлюсь на трех моментах основных. Первое — это что такое оказание медицинской помощи в разрезе дефекта оказания медицинской помощи. А второе, о чем я скажу, это что делать, если в ходе оказания медицинской помощи мы понимаем, что это сложный случай и имеет место наступление летального исхода. И третья составляющая — это я расскажу о том, какие на сегодняшний день существуют составы, по которым может привлекаться медицинский персонал и какие действия совершает следователь при расследовании уголовного дела. Итак, начнем. Первое — необходимо помнить о том, что существуют три основные составляющие, когда мы говорим о том, что есть дефект оказания медицинской помощи. Это три составляющие, когда лицо может привлекаться к уголовной ответственности. Три вопроса, которые вставятся перед экспертами в случае, если мы ставим определенные действия и рассматриваем их в разрезе проведения экспертизы. Первое — это наличие дефекта оказания медицинской помощи, то есть отход от стандарта. А второе — это ухудшение состояния здоровья пациента, который наступает в период оказания медицинской помощи. И третий вопрос, на который всегда необходимо получить ответ — существует ли непосредственно прямая причинно-следственная связь между дефектами оказания медицинской помощи и ухудшением состояния здоровья пациента. В чем, как правило, мы как теоретики, мы как практики можем говорить о том, что имеется вина медицинского персонала в случае оказания определенного вида медицинского вмешательства. Во-первых, это ненадлежащее ведение медицинской документации. Вопрос достаточно дискуссионный, потому что, наверное, годы два или три назад я, когда слышала о том, что медицинская документация может повлиять на состояние здоровья и ухудшение состояния здоровья, я была ярмым противником этого тезиса. Однако на сегодняшний день я понимаю то, что пациенты лечатся у нас ни в одном медицинском учреждении, а они курсируют между несколькими медицинскими учреждениями. И документы, которые выдаются в одном медицинском учреждении, могут ложиться в основу назначений в ином, допустим, онкологическом диспансере, то в этом случае существует определенная презумпция уже, получается, вины кого-то из медиков, если они неправильно указали то, что они услышали от человека и неправильно выставили диагноз, потому что с этими документами он может обращаться к другим специалистам, которые свое же мнение фактически будут основывать на той материале, который они получили, тех диагнозов, которые они получили, то, что они прочитали из медицинской документации. Итого возвращаемся, что вина медицинского работника может заключаться в ненадлежащем введении медицинской документации. Далее. Несвоевременное оказание медицинской помощи. Есть у нас достаточно, к сожалению, большое количество примеров, которые мы слышали в прошлом году, достаточно активно муссировались в СМИ, когда рассказывалось о том, что пациенты обращались за помощью, их через три часа, к ним никто не подходил, через три часа, когда к ним наконец подходил медицинский персонал, обнаруживали, что там сидит труп. Следующее. Недооценка данных анамнеза и тяжести заболевания. Здесь фактически можно привести такие примеры, когда пациенты обращались за медицинской помощью, их осматривали, но, допустим, говорили о том, что они могут следовать домой, что нет никаких оснований в том, чтобы положить их на стационарное лечение, нет никаких экстренных показателей, а спустя какое-то время они умирали дома. Таким образом, медики в данном случае недооценили состояние пациента. Следующее. В проведении недостаточного обследования, повлекшего установление неправильного диагноза. Ну, скажем, здесь мы можем говорить в качестве примера об операциях медицинских, которые, допустим, удаляются в яичнике у женщины, и при этом это делается в целях того, чтобы предотвратить развитие распространения рака. А потом оказывается, что никакого заболевания в данном случае не было. Выводы и те результаты, которые были из лаборатории получены, они, допустим, были ошибочными. И вот в данном случае вопрос проведения недостаточного обследования является основанием для того, чтобы говорить о наличии вины медицинского персонала. Далее. Невнимательность. Здесь мы сами понимаем, что это такое. И в недобросовестном отношении к своим обязанностям и халатности. На сегодняшний день слово халатность, оно все реже и реже используется в лексиконе, когда мы говорим о медицинских делах, потому что, исходя из методики применения тех определенных составов квалификаций в отношении уголовного кодекса тех статей, которые применяются, существует определенное разъяснение Следственного комитета, в котором установлено, что врачи не являются должностными лицами, поэтому применение статьи «Халатность» в данном случае невозможно. Итак, дефекты оказания медицинской помощи. В первую очередь следует обратить внимание, что при оказании медицинской помощи мы обязательно должны следовать пункту 4 ст. 10, то есть обеспечивать доступность и качество медицинской помощи, как сказано в 323-м федеральном законе об охране здоровья граждан. А также мы должны следовать статье 37, где сказано о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи. Здесь безусловным приоритетом является то, что те порядки, стандарты оказания медицинской помощи, которые утверждены на территории Российской Федерации, они подлежат применению, что подразумевает под собой, когда приходит пациент, ему необходимо оказать этот стандарт. Оказание свыше этого стандарта осуществляется по согласию пациента на основании оформления дополнительного информированного добровольного согласия. Вопросы информированного добровольного согласия мы достаточно тщательно обсуждали в прошлой программе, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться к предыдущим выпускам. Поэтому сейчас мы на этом особо останавливаться не будем. Итак, у нас есть стандарт. Больше, чем стандарт мы можем оказать, меньше, чем стандарт мы оказать не можем. Потому что если у пациента потом возникнут какие-то негативные последствия, то, что будет делать врач-судебно-медицинский эксперт при анализе документации того, что произошло, он, конечно же, будет исследовать, были оказаны ему те необходимые, минимальный набор услуг медицинских, которые необходимо ему оказать. В качестве примера, это, безусловно, у нас есть стандарт. Например, при онкологическом заболевании применяется приказ Минздрава номер 915-Н об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю онкология. По стоматологии огромное количество на сегодняшний день разработанных стандартов. Наверное, я буду не первый человек, который скажет о том, что это наиболее урегулированная область оказания медицинской помощи. Ну и также существуют иные стандарты и правила. И еще хотелось бы сказать, что на сегодняшний день есть клинические рекомендации. Мне иногда задают вопрос о том, что могут ли клинические рекомендации являться фактически стандартами и правилами. В данном случае я бы сказала о том, что когда проявляются определенные в случае привлечения и доказывания или отсутствия состава какого-либо преступления, врачам, судебно-медицинским экспериментам необходимо иметь хоть что-то в качестве доказательственной базы. Поэтому если в отношении какого-либо из видов медицинского вмешательства нет правил и стандартов, тогда мы можем руководствоваться клиническими рекомендациями. Итак, примеры ядрогении. В первую очередь, если посмотреть на них, то это прерывание беременности по требованию врача у женщин с онкологическим заболеванием перед началом лечения. Другой вариант, пример. Операции при наличии рака молочных желез, проведенные без предварительной химио- и гормонотерапии или лучевой терапии, что способствует метастазированию опухоли и, соответственно, ускорению летального исхода. Следующий вариант. Отказ от приема больного на догоспитальном этапе врачами неонкологического профиля по принципу «это не мой больной». Указанное нарушение обусловило, например, в одним из случаев, несвоевременность диагностики онкологического заболевания. И еще такой вариант, который встречается в практике, это единоличный отказ хирурга-онколога к пациенту с показаниями на операционное лечение, но оставшимся без такого на ранних этапах онкологического заболевания. Основание отказа – это наличие тяжелой сочетанной с соматической патологией, не подтвержденной в последующем. Методы профилактики. Безусловно, если я сказала о том, что существует проблема, то я должна и сказать, как решать эту проблему. И в данном случае я считаю, как специалист, который работает в этой области, в первую очередь – это вводить систему контроля. Да, на сегодняшний день у нас вплоть до того, что существуют определенные, разрабатываются порядки, согласно которым мы не просто должны будем проводить этот контроль, мы еще ежегодно должны будем отчитываться о том, какое количество у нас выявлено случаев, каким образом мы их выявляли, состав нашей комиссии и так далее. Я в этом вижу только положительные на самом деле тенденции, потому что, к сожалению, исходя из моего опыта, если мы говорим о крупном медицинском учреждении, то там чаще всего, конечно же, есть и заместитель по клинико-экспертной работе, который проводит. Вопрос, как он проводит, это уже второй вопрос, но я знаю огромное количество действительно хороших в этой части руководителей, которые знают, как необходимо строить работу, и выстраивают ее с врачами, проверяя, как врач ведет медицинскую документацию, выявляя систематические ошибки, вводя необходимые положения, которые способствуют улучшению и повышению качества оказания медицинской помощи. Однако, к сожалению, у нас существует и большое количество маленьких организаций, в которых, к сожалению, данная должность не предусмотрена. Нету такой возможности содержать такого специалиста. И в этой части, я считаю, что необходимо, если нет в штате такого специалиста, то на сегодняшний день существует такое предложение на рынке, как проведение контроля качества оказания медицинской помощи, то есть фактически это аудит деятельности, либо это постоянный контроль путем проверки выборочно определенного количества карт и составление, в таком случае, какого-то отчета, который будет свидетельствовать о том, насколько правильно, качественно и добросовестно врачи составляют медицинскую документацию. Потому что я, наверное, также далеко не первый адвокат, и всегда буду это говорить, что медицинская документация нужна в первую очередь для защиты самого врача. Потому что если ее нету, или как иногда в некоторых судебных делах оказывается, что она потерялась, утонула, еще что-то с ней произошло, тогда все выводы эксперты строят исключительно на показаниях пациента. И в том случае, если существует указание на то, что его состояние ухудшилось в период получения медицинской помощи, то эксперт не может защитить фактически врача, сказать о том, что все было правильно, и это ухудшение явилось фактически реакцией организма человека, индивидуальной, то при наличии медицинской документации эксперты могут, допустим, помочь врачу защитить себя. Вторая часть того, наверное, пласта знаний, который я хотела бы сегодня вам передать, это о том, что делать, если операция закончилась смертью пациента, и родственники в этом обвиняют врачей. Ситуация сложная, потому что если хоть один из вас побывал в подобной ситуации, он помнит о том, что о том огромном количестве негатива, которое высказывается, обвиняются абсолютно все, начиная от главного врача, заканчивая нянечками, которые находились рядом. Все подозреваются. Обстановка в коллективе просто становится невыносимая, потому что в ходе получения сведений, будь то в рамках суда, либо в рамках следственных действий, постоянно каждый шаг врача перепроверяется. И здесь очень сложно жить в такой вот ситуации. Поэтому я полагаю, что для того, чтобы эта ситуация имела тенденцию к исследованию, а не к нагнетанию ситуации, то необходимо правильно совершить шаги в самом начале. Итак, у нас есть инструкция о производстве судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. Это приказ Минздрава о мерах по совершенству судебно-медицинской экспертизы номер 131. Итак, там совершенно четко сказано о том, в каких случаях у нас проводится судебно-медицинская экспертиза. То есть после того, как имеет место летальный исход, у нас пациент отправляется не просто в морг, а на судебно-медицинское исследование. Значит, в этом случае у нас перечислены, какие ситуации сюда относятся. Значит, в первую очередь это скоропостижная смерть от нередко скрыто протекающего заболевания, часто сердечно-сосудистой системы, неожиданного для окружающих при видимом благополучном состоянии здоровья пациента. Далее это смерть в лечебных учреждениях при неустановленном диагнозе, смерть неизвестных лиц, обнаруженных при случайных обстоятельствах, смерть от неизвестных причин и смерть в лечебных учреждениях при наличии жалобы родственников или близких покойного, принятые органами следствия. Что происходит при проведении экспертизы и какова последовательность выполнения? Значит, в первую очередь изучаются внешние признаки, которые имеются на тропе. Далее происходит аутопсия, далее проведение вспомогательных исследований и под конец составление экспертного заключения. В данном случае я полагаю, что от того, насколько полная информация будет предоставлена эксперту, который составляет экспертное заключение, а срок составления этого экспертного заключения достаточно долгий, он может быть увеличен до 40 дней, то такую информацию необходимо предоставить в виде медицинской документации. И, условно, там должны быть задержаться все осмотры, которые проводились, там должна быть указана динамика, какая была у пациента. Потому что, поверьте, если вы не обращаете внимания на ведение дневниковых записей, а сейчас, к сожалению, в связи... Да, к сожалению, потому что есть возможность переносить просто строчки из одного день в другой, копируя, вставляя их в электронном виде. И у нас складывается иногда картина, когда пациент поступает в тяжелейшем состоянии, потом в течение, допустим, 10 дней у него в динамике состояния написано, что жалоб нет, и после этого он скончался. И когда эксперт получает эту медицинскую документацию, то, естественно, если он не видит явных признаков какого-то развития процесса, то ему ничего не остается, как, конечно же, писать о том, что его диагноз, да, посмертный, расходится с теми диагнозами, которые указаны у нас в медицинской документации. Поэтому основной принцип это ведение медицинской документации последовательное, полное заполнение всех жалоб пациента, реагирование на те просьбы, которые у него есть, да, и своевременное оказывание медицинской помощи в соответствии со стандартами и правилами ведениями в данном случае пациента. Что такое консилиум? Наверное, существует определенная форма в каждой из профессий, когда мы можем посоветоваться с нашими коллегами. И наиболее продуманную форму, наверное, это имеет место именно в рамках врачебной среды, потому что у нас есть целая статья 48 о федеральном законе 323, в которой говорится о врачебной комиссии и консилиуме врачей. Итак, врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руководителем медицинской организации или одним из их заместителей. Она создается для того, чтобы совершенствовать организацию оказания медицинской помощи, для принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, также других сложных случаев. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента. На сегодняшний день я всегда рекомендую, если имеют место жалобы, то мы, безусловно, должны проводить консилиумы и в рамках обсуждения принимать решение о том, обоснована или не обоснована жалоба. Но в любом случае, даже если жалобы нет, но есть какой-то сложный случай, есть случай, который закончился летальным исходом, я полагаю, что в рамках на сегодняшнее действующего законодательства врачи должны обсуждать это и свои мнения и суждения оформлять соответствующими документами, протоколами и вносить их в медицинскую документацию. Более того, в случае, если врач затрудняется в принятии решения по тактике ведения больного, он всегда может обратиться к своим коллегам. Главное, чтобы это было сделано грамотно, потому что у меня было случай, когда пациентка начала жаловаться в медицинское учреждение, а когда, в общем-то, первый поток гнева ее прошел, и я с ней разговаривала о том, что расскажите, что же изначально вам не понравилось в поведении врача или что вам показалось негативным, она сказала, что после того, как врач меня осмотрел, и мне пришлось его ждать, а он бегал по соседним кабинетам, так как он не мог сам поставить диагноз, он стал спрашивать у других. И, честно говоря, так как врач, о котором она говорила, он врач высокой квалификации, то совершенно четко было понятно, что ему захотелось посоветоваться с врачами, но это необходимо и делать в соответствующей обстановке. Наверное, не стоит, чтобы пациенты сидели, ждали. Нужно открыто сказать о том, что ваш случай, он достаточно сложный, поэтому я бы хотела обратиться и пообщаться с коллегами. И, допустим, прийти пациенту, попросить его прийти на следующий день, когда у вас будет возможность вместе посмотреть медицинскую карту и подумать на столь сложной ситуации. И оформить это соответствующим документом, тогда и доверие пациента будет выше, и будет снято огромное количество жалоб, именно когда пациент, он же не профессионал, не профессиональный врач, он строит свои суждения на основании интуиции. Если он видит, что врач не уверен, у него первая реакция, то, что у врача недостаточно квалификации для того, чтобы его лечить. Однако это, мы с вами понимаем, не так, потому что нам достаточно часто нужно посоветоваться просто. Итак, вопрос, связанный, третья часть, которая непосредственно касается привлечения к уголовной ответственности, где уже говорится о тех составах, которые на сегодняшний день применяются. Итак, первая, это 109-я статья Уголовного кодекса о причинении сперти по неосторожности. Она применяется в отношении непосредственно врачей, лечащих, хирургов или еще те, кто непосредственно оказывали медицинскую помощь. Далее, причинение, статья 118-го Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Здесь мы говорим о том, что у пациента нет летального исхода, но у пациента значительно ухудшилось состояние здоровья, и оно оценивается как тяжкий вред здоровью. Статья 124-я. «Неоказание помощи больному». Далее, статья 238-я. Эта статья, я, честно говоря, когда ее применение началось, это порядка 2013-м. Я первый раз, придя с главным врачом по вызову следователя, когда я пришла уточнить о том, в отношении какого преступления они рассматривают квалифицирующие признаки, то я услышала о том, что они смотрят состав 238-й. Для меня это было огромным удивлением, потому что на тот момент существовала практика такая, что к медицине она точно не применялась. И там есть такой пункт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И самый яркий пример, который до этого я встречала в практике, это было, когда привезли какие-то детские игрушки какой-то восточной страны, и там не было сертификата на тот материал, который применялся для изготовления этих игрушек, значит, и здесь начали как раз рассматривать квалификацию этого преступления. И я вначале не могла понять, каким образом и кто вообще у нас может быть лицами, в отношении которых ведется расследование преступления. Однако, в общем-то, время шло, и мы на сегодняшний день, для нас это уже, к сожалению, не редкость. И одно из последних дел, которые я видела, это вынесение приговора от 13 сентября 2018 года вынес Хорошевский суд. Если вы захотите, вы можете зайти на сайт этого суда. Этот приговор опубликован. И там к уголовной ответственности привлечен генеральный директор в связи с тем, что в ходе оказания медицинской помощи один из врачей прибыл на дом к пациенту. Однако, как впоследствии было установлено, он не оказал надлежащую медицинскую помощь. И, к сожалению, потом, когда было расследование, оказалось, что и самой лицензии на оказание скорбь помощи медицинской помощи у него, у этого организации не было. И в результате у генерального директора в связи с тем, что он оказывал услуги организации, которую он возглавлял при отсутствии належащей лицензии, соответственно, был привлечен к уголовной ответственности. Ну и статья 293, я ее здесь указала, потому что в некоторых регионах она, к сожалению, до сих пор применяется. Хотя то, что касается, допустим, Москвы, Московской области, Питера, то на сегодняшний день совершенно четко прослеживается тенденция отхода от этой статьи, когда следователи сами говорят, что они в отношении этого состава преступления, то, что касается врачей, то есть врачи не являются субъектами, которые могут привлекаться в отношении этого состава. В данном случае все статьи, которые я перечислила, я бы их разделила на простые и сложные. Первое, это к простым относятся, например, когда пациент поставлен в опасность в связи с неоказанием медицинской услуги. 124-я статья Уголовного кодекса. Или в случае, когда медицинская помощь была оказана только одним врачом. Здесь мы видим прямую последовательность того, что, допустим, хирург, войдя в полость, совершил действия, которые привели к тому, что он, допустим, поранил магистральный канал, и пациент умирает от потери крови. Но таких случаев достаточно мало. И, скорее, в медицине говорят о сложных составах. Это когда услуги оказывались в стационаре, и больной долгое время находился на лечении. Либо больного лечили, однако не было установлено диагноза, либо он не подтвердился в результате патологоанатомического вскрытия. И еще в случае, это больной лечился в нескольких медицинских учреждениях, или для лечения анализы направлялись и в другие больницы для установления диагноза, либо интерпретировались сторонними специалистами. Основной этап ведения дела, связанного с оказанием медицинской помощи. В первую очередь, это сбор доказательств. Первое, что сделает любой следователь, после внесения постановления, будь то о принятии к производству и наличии у него материала в дело, то сроки рассмотрения обычно небольшие, но они продлеваются. Вообще, если посмотреть по классике, то закону Уголовного кодекса, то следователям или поднователям должно было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении уголовного дела в течение 3 дней. Если это более сложное дело, то 10 дней и максимальный срок 30 дней. По медицинским делам обычно происходит так, что следователь позвонил, сказал, что мне нужна медицинская документация, и забирает, и замает ее в течение этого периода в 30 дней, которые у него отведены с момента получения жалобы в отношении клиники. Потом тишина. Все успокаиваются. Я вот практически в 90% случаев все успокаиваются. Думаю, все, раз он больше не позвонил, то все хорошо. На самом деле не все хорошо, потому что просто он передал, собрал все доказательства, которые имеют место быть, опросил всех лиц за эти 30 дней и передал документы куда? В экспертизу. И экспертам поставил вопросы. В данном случае я полагаю, что необходимо пользоваться теми правами, которые у нас есть. Если защитник пришел с вами, у него точно такие же права, как и у врача, которого допрашивают, и в отношении которого, допустим, расследуется это уголовное дело, то есть он может ставить вопросы перед экспертами. Поэтому я полагаю, не нужно ставить слишком много вопросов, потому что это всегда вызывает определенные отношения судебно-медицинских экспертов в том, что это непрофессионально. Я полагаю, что достаточное количество вопросов не должно выходить где-то за количество 10 вопросов. Вопросы могут касаться постановки диагноза, вопросы могут касаться состояния пациента, каких-то внешних факторов, которые могли воздействовать на пациентов, его предрасположенности, чтобы выяснить те моменты, которые связаны с оказанием медицинской помощи. И, естественно, второй этап это направление документов на экспертизу для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Далее, в случае подтверждения наличия причинно-следственной связи между действием медицинского работника и ухудшением состояния здоровья или смертью пациента, возбуждается уголовное дело и проводятся дополнительные следственные мероприятия. Здесь я должна заметить о том, что не всегда следователь дожидается окончания экспертизы. К сожалению, возбуждение уголовного дела иногда производится на моменте после подачи жалобы его родственниками, потому что в случае обнаружения трупа следователь обязан в данном случае писать определенные указания, когда он должен возбудить уголовное дело по факту обнаружения. А далее он уже будет выяснять, почему пациент был отпущен домой. И здесь я не могу промолчать про случаи, когда мне иногда задают вопросы о том, что скажите, пожалуйста, а можно ли отпустить больного домой, если он очень просится. Я всегда говорю о том, что, понимаете, это в первую очередь ваша ответственность. Даже если будет подписано согласие пациента на то, что он самовольно покинул медицинское учреждение, это не будет стопроцентной защитой, потому что всегда будет исследоваться вопрос, а достаточно ли полно вы объяснили пациенту все последствия, связанные с тем, что он уйдет из медицинского учреждения и за ним не будут ежеминутно наблюдать. Итак, последняя стадия, если в рамках возбужденного уголовного дела, как правило, проводится еще одна экспертиза, и если и там устанавливается наличие причин следственной связи, то предъявляется обвинение, и дело направляется в суд. Вопрос квалификации. Итак, если мы говорим о составах, к которым относится 109-й уголовный, статья уголовного кодекса и 118-й, здесь всегда устанавливается наличие степени утраты работоспособности либо факта смерти пациента. Если мы говорим о статье 238-й, то в данном случае особенности этой статьи связаны с тем, что к ответственности по ней привлекается, как правило, руководитель, который несет ответственность за оказание медицинской помощи в рамках имеющейся лицензии. При этом, я еще раз хочу повторить, что когда происходит какой-то инцидент, то нужно всегда помнить, что большое количество споров и жалоб можно не дать им реализоваться, если мы будем, во-первых, достаточно спокойно и грамотно общаться с самими пациентами и с их родственниками, и давать исчерпывающие пояснения, понятные им, и соблюдать все требования, которые предъявляются к медицинской документации. Потому что, напомню то, о чем я сегодня сказала в самом начале нашей программы, что судебно-медицинский эксперт будет рассматривать действия врача через призму медицинских документов, которые были составлены. Я не говорю о том, что медицинские документы всегда спасут врача на 100%, но, по крайней мере, они дадут врачу огромную возможность защищаться и шанс доказать свою невиновность. Что происходит, если имеются дефекты и основания для направления на судебно-медицинское вскрытие? Что должен сделать врач? Он, безусловно, должен поставить в известность администрацию, вызывается полиция, даются исчерпывающие ответы на все вопросы, которые задает полиция на этот момент, и далее направляется труп на экспертное учреждение, на исследование. Если после этого следователь вызывает врача на допрос, здесь у меня всегда существует определенная рекомендация. Я всегда говорю о том, что желательно, чтобы помимо врача на допрос к следователю пошел адвокат, потому что это то лицо, которое обладает пониманием последовательности процесса уголовного и знает, в какой момент на что следственные органы имеют право. Это очень важно, потому что, поймите, следователь не выбирает, он не сидит и не ведет все время дела по медицине. У него с утра будет, допустим, убийство, в обед изнасилование он допросит кого-то, и вот вечером приходит врач. И что, мы хотим, чтобы он к нему с таким же пониманием относился? Нет. Должны трезво оценивать тех людей, которые работают в органах, и понимать, что мы должны нивелировать все возможные человеческие факторы, а их можно убрать только за счет профессионального выполнения своих обязанностей. Поэтому, если вы профессионально лечите, то дайте другим лицам профессионально вас защищать. И в этом случае адвокат будет помогать вам построить диалог с следователем с точки зрения даже объяснения каких-то процессов, потому что надо понимать, что среди следователей нету, как правило, естественно, врачей. Поэтому, когда вы ему что-то объясняете, необходимо максимально упрощать ситуацию, не использовать сложные термины. Если мы хотим дать какие-то пояснения, достаточно часто желательно их дать в письменном виде, заранее подготовив. Например, я всегда говорю о том, что прежде чем идти на допрос к следователю, нужно хотя бы получить заключение специалиста, в котором поставим все те же три вопроса о дефекте оказания медицинской помощи, ухудшение состояния здоровья пациента и наличие причинно-следственной связи. Потому что, чтобы у следователя уже была какая-то база и понимание, как будет строиться защита со стороны врача, чтобы он уже анализировал, стоит ли даже в этом случае следователю назначать какие-то огромные экспертизы, либо можно, допустим, в качестве материала принять то заключение, которое предоставляет врач. Итак, на что следователь имеет право? Безусловно, в рамках уголовного дела следователь имеет право проводить опыск, проводить выемку оригиналов медицинских документов, допрашивать свидетелей и назначать экспертизу и направлять ее в экспертные учреждения. Следователь, его права указаны в уголовном кодексе, он возбуждает уголовное дело, если устанавливает признаки преступления, принимает уголовное дело к своему производству и самостоятельно направляет ход расследования. При этом не стоит ограничиваться вот этим третьим пунктом, поэтому если вы явно видите, что со стороны следователя допускаются определенные нарушения, то я всегда говорю о том, что и мы видим, что следователь не прислушивается к нашей позиции, то стоит, видимо, пойти и к начальнику, изложить ситуацию, либо, если мы не согласны с действием следователя, мы всегда можем их оспорить в прокуратуре. Следователь имеет право давать органу дознания определенные задания, но в частности иногда у нас они приходят и приносят запрос на выдачу медицинской документации. В этой части я всегда стою совершенно четко на позиции для того, что медицинская документация относится у нас в соответствии с 323-м федеральным законам к врачебной тайне, и ее выдача, возможно, только на основании постановления суда, но никак не на основании запроса следователя. И следователь точно так же может обжаловать действия своего руководителя, который, допустим, необоснованно отказывает ему в каких-то действиях или передача дела, допустим, по подведомственности. Вот так же эти полномочия имеются. В отношении врача, как я уже сказала, необходимо пользоваться всеми правами, которые есть, активно пользоваться, потому что говорить... Я совершенно не отношусь к тем адвокатам, которые говорят, что давайте сейчас посмотрим, что следствие соберет, а вот потом уже в суде мы, конечно же, их разобьем. Ничего подобного. Все, что может быть сделано и может быть вложено в качество доказательства вашей невиновности, это стадия расследования до суда. Поэтому необходимо давать объяснение, необходимо предоставлять документы, которые свидетельствуют о фактических обстоятельствах, дотайствовать о вызове свидетелей в их допросе и приобщению документов, которые, мы полагаем, защищают врача. Особенности выстраивания линии защиты врачей при уголовном расследовании заключаются в том, что необходимо указать на то, в ваших показаниях, в ваших пояснениях, необходимо указать, что вы соблюдали стандарты, правила оказания медицинской помощи, вы соблюдали свои должностные инструкции и правила оказания медицинской помощи, которые утверждены в клинике, также были вами соблюдены. При этом есть один момент, который тоже иногда мне задают, скажите, пожалуйста, а если возможно ли внесение в медицинскую документацию каких-либо изменений? В этой части следует, мы безусловно должны следовать принципу тому, что если вносится в медицинскую документацию исправление, то это всегда должно быть указано, кем это исправление вносилось, ставится подпись и дата внесения исправлений. Что делать, если на врача все-таки завели уголовное дело? В первую очередь необходимо проанализировать все доказательства, которые вам известны, которые имеются по делу. При вызове на допрос являться на допросы, давать исчерпывающие показания. В случае подназначения экспертизы обязательно проанализировать те вопросы, которые ставятся, и предложить дополнительно свои вопросы, и требовать назначения, допустим, экспертизы. Если вы полагаете, что в вашем регионе вы сомневаетесь, что может быть дана та экспертиза, потому что, допустим, нет специалистов надлежащего уровня, то мы на сегодняшний день ничем не ограничены. То есть со своей стороны, как адвокаты, мы можем ходатайствовать о назначении экспертизы в другой регион, где возможно большее количество специалистов. И также у следователя такие полномочия имеются. Я думаю, что это основная мысль, которую я хотела донести до вас в нашей сегодняшней программе. Поэтому я надеюсь, что сейчас у нас будет небольшой перерыв. И после этого я очень жду ваших вопросов и готова на них ответить. Спасибо. Я вернулась, и я готова сейчас ответить на ваши вопросы. Значит, первый вопрос. Каковы требования законодателя к содержанию и оформлению отказа от медицинского вмешательства? В данном случае у нас статья 20 323-го федерального закона гласит о том, что для того, чтобы оказать медицинскую помощь, мы обязаны получить информированное добровольное согласие. И в этой же статье сказано, что мы должны в случае, если пациент отказывается, получить отказ. Если посмотреть далее, то у нас нет четкого, допустим, описания или рекомендаций на каждую нозологию, какой отказ необходимо оформлять. Но из-за мыслей законодателя и участвуя в многочисленных конференциях, обсуждая, недавно, буквально пару дней назад, мы обсуждали с моей коллегой, которая работает на кафедре медицинского права, Юлией Павловой, о том, что на сегодняшний день при проверках Росздравнадзора либо в рамках, допустим, исследований документов судебно-медицинскими экспертами в первую очередь обращают внимание на то, чтобы в отказе были указаны, ну, во-первых, пациент сам подписал, что он отказывается, и там давались разъяснения тех последствий, которые могут возникнуть в результате отказа. И один из важнейших моментов, поймите, на сегодняшний день, когда мы отходим от шаблонного отказа, который оформляется на все виды медицинского вмешательства, где написано «я, там, Иванов Иван Иванович, отказываюсь от медицинского вмешательства, не разъяснены все негативные последствия». Вот в этом отказе должны быть прописаны именно в отношении той медицинской манипуляции, о которой мы говорим и от которой пациент отказывается, необходимо указать именно последствия, которые могут возникнуть в результате этого его шага. И еще важный момент, что этот отказ подписывается в присутствии лечащего врача, либо врача, который ему это разъясняет, этот врач тоже ставит свою подпись. Обязательным атрибутом его также является, что указывается дата его составления. Так, далее. Таковы требования по изъятию медицинских документов, кто, когда и на основании каких действующих приказов и законов. Здесь я, наверное, дам определенную классификацию. То есть у нас есть государственные органы, которые имеют право получать сведения, относящиеся к врачебной тайне. Итак, в первую очередь, это в рамках проведения контроль ревизионных мероприятий. У нас запрашивается документация, и как правильно мы туда предоставляем заверенные копии медицинских документов для того, чтобы их могли проанализировать. Второе, это когда у нас запрашивают органы следствия. И третье, это когда документы запрашиваются судом в рамках рассмотрения гражданских дел. Вот две последние статьи, суд и следствие, они всегда истребуют медицинские документы в оригинале. При этом, почему так происходит? Потому что судебно-медицинские эксперты свои экспертные заключения составляют исключительно на исследовании оригиналов медицинских документов. Поэтому, когда следователь приходит и говорит, мне нужны ваши оригиналы медицинских документов, он обязан предоставить нам постановление суда о проведении выемки и поименованной какого именно документа. То есть, допустим, медицинская документация в отношении Иванова Ивановича. Где это сказано? Значит, в статье 13 федерального закона 323-го, где сказано о том, что сведения о состоянии пациента, его обращениях и состоянии его здоровья относятся к врачебной тайне. После этого мы обращаемся к Уголовному кодексу, где сказано о том, что статья 185-я и 165-я о проведении выемки. И в Уголовном кодексе также сказано о том, что для проведения выемки документов, которые относятся к государственной тайне, необходимо оформление постановления суда. И у нас есть разъяснение на сегодняшний день Верховного и Конституционного суда. Сейчас на скидку номер сказать не могу, но если вы зайдете в правовую систему, они достаточно легко находятся. Вы задаете обставные параметры, которые касаются того, что получение постановления суда при проведении выемки медицинских документов. И у нас подтверждено неоднократно о том, что для проведения выемки необходимо именно постановление суда, так как эти документы относятся к, приравнены фактически на уровне, как банковские документы, они приравнены к гостайне. И в отношении судов, еще хотела сказать, здесь процедура следующая. Если в рамках рассмотрения дела суд запрашивает оригинал медицинских документов, то, вот я честно скажу, где-то года 5-6 лет назад это дело было еще в Кузьминском суде, и была следующая ситуация, когда суд, где медицинское учреждение не было стороной в медицинском споре, затребовал в клинике, в которой я обслуживала как адвокат, затребовал медицинские документы. Я составила отказ в предоставлении медицинских документов, сославшись на то, что необходимо получение определения суда о проведении выемки медицинских документов. Значит, суд, не согласившись со мной, направил повторный запрос. Когда мы не предоставили, они вынесли определение о взыскании штрафа с главного врача за неисполнение требований суда. Я помню, значит, порядок обжалования, это когда мы подаем заявление, и в рамках рассмотрения дела в суде это все слушается. Я пришла, и когда я наступала, сказала о том, что я полагаю, что требования суда были незаконные, поэтому я полагаю, что необходимо выдать определение суда о выемке медицинской документации, которая у меня была с собой, и также необходимо снять с генерального директора тот штраф, который на него был возложен. Значит, после этого судья удалилась, и когда вышла, она вынесла два определения. Первое о том, что она стребует медицинские документы и, соответственно, определение о проведении выемки этих медицинских документов. Второе определение о том, что она оставляет в силе штраф на главного врача. Ну, представляете, какие чувства я испытала в этот момент, и, естественно, мы стали обжаловать это, обжаловали в Мосгорсуд, и результат этого рассмотрения, я сейчас быстро рассказываю, да, все это происходило достаточно долго, потому что рассмотрение дела бы произошло только спустя полгода, однако Мосгорсуд отменил определение суда о взыскании штрафа с генерального директора. С моей точки зрения, как юриста, я так понимаю, что там было именно процессуальное нарушение, то, что она ушла, и она, удалившись из зала, могла вынести только одно определение, а не сразу два. Но, на самом деле, это меня немножко еще научило тому, что в рамках рассмотрения гражданских дел судьи, у них имеется огромное количество процессуальных способов, чтобы избежать выдачи тебе определения суда о проведении выемки медицинской документации. Почему это происходит? Поясню. Дело в том, что запрос суда, который мы получаем, у нас нету процессуальных способов его оспорить. Если мы получаем определение, любое определение, посмотрите его резолютивную часть, там сказано, что оно может быть оспорено, и на него может быть подана частная жалоба в течение 15 дней. Таким образом суды фактически избегают соблюдения требования о выдаче определения, потому что моя уверенность как юриста, она по-прежнему осталась, что нужно, если следовать правовым нормам, суд должен выдать определение о проведении выемки медицинской документации. Однако жизнь вносит свои коррективы, поэтому на сегодняшний день в рамках судебных процессов, которые проходят в гражданских делах, суды я не встречала, кроме того дела, о котором я вам рассказала, я не встречала вынесения определения. На сегодняшний день все делают запросы и направляют либо участникам процесса, либо третьим лицам. Скажите, пожалуйста, на каком основании могут предъявить врачу обвинения во взятке? Слушайте, взятка это совершенно отдельная квалификация преступления и, насколько я помню, что у нас 285-е, там свои требования, потому что по квалифицирующему признаку там, во-первых, субъект, который должен совершать определенные действия, да, и он совершает при наличии там умысла второго субъекта на дачу ему каких-то материальных благ. В рамках врачебных дел здесь в связи с оказанием медицинской помощи я, наверное, припомню только один случай. Не я была защитником, но я знаю, что врач, это была московская большая клиника, значит, и врач, когда оказывал медицинские услуги в рамках, вообще это происходило в рамках ОМС, он с пациентов брал деньги. Вот, и не только брал, подписывал конвертики, просто я видела потом материалы дела, когда ко мне обращались по поводу написания апелляционной жалобы, подписывал конвертики, складывал, и еще там чуть ли не тетрадочку какую-то вел, какой пациент, сколько ему принес. Вот, и здесь никак не было связано с медициной или дефектом оказания медицинской помощи, здесь явно было нарушение со стороны врача, да, и действия, которые носили, значит, умысел определенный. Только, конечно, я не помню квалификацию, мне кажется, там была то ли взятка, да, наверное, взятка, именно такой состав у него был, или мошенничество. Вот, ну, здесь я говорю еще раз, это никак, взятка и мошенничество никак не связаны с оказанием медицинской помощи, это отдельные составы. Итак, как правильно выбирать свидетелей? Вопрос очень хороший, потому что он, во-первых, очень сложный. Проработав в адвокатуре, там уже, наверное, около 15 лет, я до сих пор в каждом деле, я, что называется, наверное, с какой-то степени даже интуитивно об этом задумываешься, потому что не каждый человек, которому известны фактически обстоятельства дела, придя в следствие или в суд, может их правильно изложить. У человека должны быть две составляющие. Первое, это то, что у него он должен быть фактически свидетелем, потому что если он не является свидетелем, а рассказывает с чьих-то слов, суд его отведет в качестве свидетеля, даст ему отвод. Поэтому свидетель должен обладать реальными сведениями, да, в которые он видел, и при этом он должен быть эмоционально стабилен, потому что допрос, который происходит либо в рамках следствия, еще жестче допросы происходят в рамках суда, когда люди начинают даже как бы не потому, что они что-то хорошее или плохое хотят сделать, да, они просто потому что эмоционально это не могут выдержать, и свидетель это фактически тот человек, который непоколебимо может повторять одно и то же хоть час, хоть два, но вот он должен понимать, какие сведения он хочет предоставить, и независимо от тех вопросов, как бы не задавал вопросы следователь, или как бы не задавал вопросы, допустим, сторона потерпевшего, он должен четко понимать, что он хочет изложить, поэтому его, во-первых, показания должны быть последовательны, он должен их излагать простым языком, и быть все-таки стрессоустойчивым, потому что тот накал страстей, который бывает в следствии и в суде, ну, даже фильмы не передают иногда, да, той ситуации, которая там происходит. При отказе больного от лечения и обследования врач вправе брать от больного письменный отказ и в какой форме. Ну, по поводу отказа я уже сказала, как бы вы сами сказали, написали о том, что отказ, он всегда должен быть письменный, и при этом в этом отказе пациент, знаете, я встречала, встречаю в последнее время отказы, когда написано, что пациент отказывается в связи с отсутствием у него финансовой возможности получить ту или иную услугу. Это так бывает, когда, допустим, платное оказание медицинских услуг, это самый ужасный отказ, который может вообще быть, потому что здесь он, это не отказ, да, фактически пациент говорит о том, что с меня хотят получить деньги, да, мне вот эта услуга нужна, поэтому в этом случае пациента просто нужно перенаправить в бюджетное учреждение, в котором оказываются услуги по УМС, чтобы он смог эту услугу получить. Отказ должен быть безусловный, да, то есть пациент просто осознавая все негативные последствия, но он полагает, допустим, что он не хочет проходить, да, он уже, допустим, биопсию проходил в предыдущих трех учреждениях, и он не хочет там, где он собирается ложиться на медицинское вмешательство, но не хочет четвертый раз делать биопсию, да, и он осознанно отказывается, хотя врач его должен исследование, по идее, если операция проводится в этом медицинском учреждении, то врачи должны здесь же убедиться в том, что имеются основания для проведения оперативного вмешательства. Далее, если внештатному профильному специалисту поручается провести экспертизу качества, то должен предоставляться оригинал первичной медицинской документации или ксерокопия. Здесь вопрос следующий, если мы говорим о проведении контроля качества в рамках ОМС, я понимаю, то у нас есть закон о обязательном медицинском страховании, и в нем есть специальная статья, которая посвящена проведению контроля качества и предоставлению медицинских документов. Скажем так, что в данном случае там раскрывается такая позиция, что нет необходимости испрашивать согласие у пациента на то, чтобы предоставить медицинскую документацию проверяющим в рамках контроля качества оказания медицинской помощи. При этом не ставится под обязательным условием, что предоставляются только оригиналы или только копии. Поэтому с моей точки зрения, так как контроль качества это все-таки административные меры. И здесь, если нет необходимости изъятия оригинала медицинской документации, то можно обойтись и предоставлением копии карты, только эта копия, естественно, должна быть читабельная, хорошо откопированная, полная и заверенная уполномоченным лицом, который передает этот документ. Есть ли четкие требования к тому, как должен быть оформлен протокол врачебной комиссии? Знаете, по врачебной комиссии есть дополнительный приказ Минздрава и в любом случае, сейчас вспоминая все врачебные протоколы, которые я вижу в работе, они, безусловно, включают место проведения, дату проведения, состав комиссии, те вопросы, которые обсуждаются, почему она созвана. Я чаще всего сталкиваюсь, когда приходит какая-то жалоба, и в связи с получением этой жалобы председатель докладывает, что есть такая-то жалоба, в ней изложено то-то, и врачи начинают обсуждать, то есть кто-то, кто проверял медицинские документы, не сам врач, который их заполнял, а тот, кто проверяющий, допустим, он говорит, докладывается по тому, какая информация изложена, врачи высказываются о том, правильно или неправильно поставлен диагноз, правильно или неправильно оказана медицинская помощь, и потом общий вывод о том, какое решение они принимают, качественно оказана услуга была или некачественная. Можно ли в произвольной форме оформить согласие больного на операцию? Ну, как в произвольной форме? Если у вас вообще не распечатано никаких заготовок и нет каких-то документов, которые внутри клиники используются, конечно уж, хоть что-то подпишите, хоть на листке бумаги пускай он напишет. Но вообще это ответственность главного врача в первую очередь, потому что у нас на сегодняшний день обязательным требованием является наличие СОПов, это описание операционных процедур, которые у нас происходят. То есть все даже процедуры направления пациента на операцию, она там описана. Один из основных пунктов является подписание информированного добровольного согласия больного. Эта форма утверждается либо главным врачом, либо генеральным директором в зависимости от формы собственности предприятия и должна быть утверждена и подписывается при направлении пациента на лечение. Далее. Могут ли предъявить обвинения врачу в ненадлежащем оказании медицинской помощи в случае нахождения врача в поездке, самолете, поезде и тому подобное? Знаете, есть такие случаи, не буду говорить о том, что это совсем невозможно, когда врачи в связи с тем, что не оказывали медицинскую помощь, им потом предъявлялись требования о том, что они должны были это сделать. Знаете, у меня один раз я вела конференцию и мне задали очень интересный вопрос про то, как правильно поступить, нужно ли или не нужно врачу, когда он находится. Понятно, что в такой ситуации сознаваться, что он врач и пытаться оказать медицинскую помощь. И я, честно говоря, давно общаюсь с врачами и вы знаете, я вижу, что каждый для себя внутренне, каждый врач отвечает сам на этот вопрос и как показывает опыт, если врач, а врач это социально активная позиция, активная позиция вообще в жизни и чаще всего, безусловно, врачи, если видят, что необходимо кому-то оказать помощь, они помогают. Мое личное мнение, наверное, которое я могу высказать в нашей программе, потому что она фактически авторская, да, когда я вижу приговоры в отношении врачей о том, что они, допустим, когда куда-то следовали и вот по дороге там оказался такой-то случай, они не оказали помощь больному, вы знаете, как человек, который часто имеет большой опыт в уголовных делах, иногда людей привлекают к сожалению, я не знаю, как это так сказать, привлекают к ответственности уголовной даже не всегда за то, что они реально совершили, но они могли помимо этого совершить что-то такое, что невозможно доказать, но оно настолько ужасно, что ищут хоть какую-то каплю, чтобы их привлечь к уголовной ответственности. Поэтому это очень спорный вопрос и очень сложный. Поэтому еще раз говорю, если происходят какие-то события, врачи, как правило, все оказывают медицинскую помощь, и это в конце концов первый их долг. Заполнить отказ от вмешательства, если оно необходимо ребенку по жизненным показаниям, например, МРТ, под наркозом или ломбальная пункция, а законные представители от него отказываются. Ой, тяжело сказать правильный рецепт, потому что это тот вопрос, который на сегодня очень плохо урегулирован. Рассказываю, ситуация была, мне позвонили мои друзья из Новосибирска, говорят, слушай, не знаю, что делать, потому что ребеночек лежит в реанимации и вводить его оттуда нельзя. При этом его непосредственно родители там просто каждый день наседают на главного врача и на врачей и требуют, чтобы им передали ребенка, потому что они, в общем-то, не согласны, что его нужно держать в больнице, они хотят отвезти его домой и там его лечить. При этом все врачи понимают, что ребенок находится в таком состоянии, что никуда переводить его нельзя. Не то, что отдавать домой, даже в другую клинику его нельзя перевести. И в данном случае у нас в законе прописано о том, что врачи могут обратиться в органы опеки, потому что в данном случае вмешиваются органы опеки как те органы, которые наблюдают в том числе за законными представителями, чтобы они реализовывали свои права в отношении детей, не ущемляя интересы детей. все хорошо на бумаге, но все совершенно ужасно в жизни. По той простой причине, что пока до органов опеки ты дойдешь, пока они начнут рассматривать ваше заявление, и у нас написано, что органы в том числе можно обратиться в суд, и суд в судебном порядке определит, как оказывать медицинскую помощь. Но давайте вспомним, что подача заявления и рассмотрение обращения у нас 30 дней в отношении органов опеки, а в отношении суда у нас даже ускоренные дела рассматриваются, ну там извините, даже по применению мер в отношении психически больных, то у нас там не месяцами это все может рассматриваться. Поэтому реально, что может работать, как я сделала в том случае, мы написали несколько жалоб в прокуратуру, в органы опеки, и в данном случае у нас вот эти две жалобы, когда органы опеки заставили, ой, извините, прокуратуру заставили органы опеки фактически отработать, они приехали и проговорили с родителями и фактически вот это помогло так немножко осадить их и выдержать то время, которое необходимо было ребенку для нахождения в реанимации, для того, чтобы он потом его перевести уже в стационар. Возможно ли отказ в предоставлении медицинской документации на запрос адвоката? Не то, что возможен, а он вообще даже обязателен. Несмотря на то, что сама являюсь адвокатом, но есть определенный момент, который связан с тем, что предоставление сведений, относящихся к врачебной тайне, в том числе распространяется на то, что если пациент, желая, чтобы у врачебной тайны была предоставлена, он должен либо, находясь в медицинском учреждении, заполнить согласие на предоставление сведений и указать конкретных лиц, которым эти сведения могут предоставляться. Либо второй вариант, это я как не как адвоката, а как физическое лицо, мне пациент может поручить получение сведений в медицинской организации, и эта доверенность удостоверяется у нотариуса. Все нотариусы сегодня уже у них есть заранее заготовленный текст, то есть это не какой-то эксклюзив, поэтому на основании ордер, который является основанием для обращения, если я как адвокат обращаюсь, то на сегодняшний день это не предусмотрена такая форма передачи права получения сведений, поэтому если я представляю, допустим, интересы физических лиц, не в рамках уголовного процесса, обращаясь в медицинское учреждение, то я точно так же как и все прошу пациент или врача выдать мне доверенность и после этого я направляю соответствующий запрос и прикладываю туда уже свою доверенность, выданную нотариусом. Как оформить согласие больного при описании случая его заболевания или лечения в средствах массовой информации? Здесь возможно два варианта развития событий. Значит первый вариант события, когда пациент и медицинское учреждение находятся на одной стороне, то есть когда врач просто хочет рассказать о таком уникальном случае, который произошел и поведать об этом и пациент с этим полностью согласен. Сюда же, допустим, относится оформление отзывов пациента, иногда в клинике снимают видеообращения пациентов и выкладывают это на своем сайте. Здесь принцип один, мы должны оформить согласие пациента первое на использование персональных данных и второе указывает, что мы можем в таких-то СМИ в средствах массовых информаций на сайте интернет публиковать и он с этим полностью согласен дает нам это разрешение. И совершенно другой случай, когда, допустим, я нахожусь не на стороне, мы с пациентом на разных сторонах, пациент подает иск, у нас было, допустим, такое дело, когда пациент подал иск и когда уже иск был подан, клиника попросила о том, что давайте проведем с ними предварительные переговоры, потому что там на тот момент пациент подавал достаточно много жалоб во все органы и звучало большое количество негатива через СМИ, которые там в различных передачах, и мы хотели провести такую встречу в рамках улаживания конфликта, и так как пошла большая репутационная потеря, то хотели может быть заключить мировое соглашение, хотя с другой стороны медицинское учреждение было уверено, что нет дефекта оказания медицинской помощи, и когда мы их пригласили, то мне в какой-то момент администратор говорит, а там столько репортеров, пациенты они там все взбудоражены, ждут от клиники, либо адвокат выйдет, и они меня заглюют, начнут забрасывать вопросами, не выйти было невозможно, сами понимаете, поэтому я сделала следующим образом, я вышла, и когда мне пациентка начала обвинительные какие-то речи в отношении клиники, мне тут же репортер говорит, а вот скажите, как вы прокомментируете, я сказала честно, что я готова от лица клиники дать любые комментарии при одном условии, что пациент сейчас пишет согласие мне на предоставление сведений неограниченному кругу лиц, потому что как только я сейчас начну комментировать те претензии, которые мне предъявляет пациент, и я буду делать это перед камерой, это все будет записываться и транслироваться на всю страну, с этого момента я нарушаю права самого пациента. Да, у нас законодательство так построено, поэтому, чтобы не нарушить права пациента и не привести, чтобы мои действия не привели к тому, что в очередной раз там будет какое-то административное взыскание, нет, пускай, пожалуйста, пациентка напишет мне такое согласие прямо сейчас. Она отказалась, поэтому я сказала, что я готова, еще раз повторила тем, кто приехал, что я готова дать ответы на все вопросы, но в силу наличия ограничений в рамках 152-го федерального закона, это закон о персональных данных, 323-го федерального закона об охране здоровья граждан, где сказано, что сведения о пациентах это врачебная тайна, я просто не могу дать комментарии. Вопрос. Добрый вечер. Если больной, который нуждается в госпитализации, экстренно отказывается от нее и не пишет письменный отказ, забирает карту и уходит, как быть в этом случае? Значит, вопрос, если он забирает карту, начну, наверное, с конца отвечать. Карта является собственностью медицинского учреждения, об этом сказано, у нас есть постановление, можно сказать, древнее, 1980 года, мне кажется, номер 1030, ну или вот что-то близкое к этому, и там сказано о том, что медицинское учреждение обязано хранить карту в течение 25 лет. Поэтому, если мы обнаруживаем, что у нас карта исчезла, то мы составляем акт, который подписывается не менее, чем двумя свидетелям, помимо самого лечащего врача, о том, что карта исчезла, да, и что обстоятельства исчезновения карты, это именно действия пациента, который ее забрал. Далее, если у вас эта медицинская карта велась не только бумажно, но и в электронном виде, то мы пытаемся воссоздать дубликат этой карты, чтобы в крайнем случае у нас мы могли понять, мы ее так и называем, восстановленная карта, не оригинал, но там будут хотя бы внесены сведения об основных этапах лечения. И еще один момент, что то, что пациент отказался от госпитализации, здесь также мы можем составить акт о том, что ему предлагалось госпитализироваться, у него были определенные признаки, он приходил, обращался, но в связи с тем, что он сам лично отказался, составляет этот акт где фиксируется его отказ. Также это должно быть заверено свидетелями, свидетелем в данном случае могут быть как другие сотрудники, так и другие пациенты, то есть те, кто видели, как это происходило. как поступать, если пациент осматривается на дому и есть показания на госпитализацию, а он отказывается, при этом не оформляет письменный отказ. Ну, вот здесь ситуация аналогичная первой, то есть когда мы не можем получить от человека в принципе такой, мы не можем получать от человека подписанный документ, который требует законодательства, тогда мы должны получить доказательство того, что мы предприняли все, чтобы это сделать. Подтверждением будет акт о том, что не было согласия на человека на госпитализацию. Если помимо вас никого нету, тогда вы должны приехать на рабочее место и сразу написать должностную служебную записку на имя главного врача, где изложить эти события. А главный врач должен ее рассмотреть и возможно направить еще какого-то врача к этому пациенту. Потому что не зря у нас есть человек отказывается от госпитализации, то через два часа к нему опять приезжает скорая помощь. Здесь ситуация тоже самая. Но это уже нужно передать не на уровень вашего принятия решения взаимодействия с этим пациентом, а на уровень администрации. То есть либо они направят кого-то еще, но в данном случае вы свои функции выполните в полном объеме. Я очень рада, что вы сегодня прислали много на этом подумаете или какие-то ситуации, которые вы постеснялись может быть отразить здесь в этом чате. Вы можете присылать эти вопросы и после передачи. Мне организаторы все направят, я отвечу на них письменно. А так, до новых встреч и буду ждать следующей встречи. Спасибо!